опросился с работы ребята на часик мне нужно срочно в банк обналичить денежки чек положить хочу показать вам местный почтовый банк поселке новосеред это торговый центр хорель здесь все аптеки аптека банк в общем спортивный клуб магазины одежды еды солнце печет довольно прилично где-то за 30 он какая красота смотрите вид на школу газончики с цветами чернобривцы но и здесь как всегда что-то застроена а это итальянскую кофейню мороженого трели голда все-таки здорово когда ты днем не работаешь все свободно открыто сиди и кушай себе так вот и до голда хорошее место так ладно так что вот Вот, ну, найф, найф! Вот это? Семь у нас и ход! Найф! Найф! Хэнд найф! Целью! Хорошо! Проверка сумок Это стандартная операция Но это их работа Где мой банк? Самый лучший банк в мире Почтовый банк Израиля Ну, довольно людей много Это что все безработные Так, ага, считай запутался Ну, в общем, смотрите сколько Уставших людей от работы Отдыхают на заслуженном отдыхе На пенсии Да, пенсия в Израиле, ребята Для мужчин 67 лет Так, ну, вот так выглядит Парадная Почтовый банк Вот его логотип Такой олень Это люди И мне сейчас нужно талончик получить Так, вот такой терминал Сейчас русский выбираем Я заказал встречу Так, вести номер телефона Получил талончик мой А-122 122 номер Ну, в общем Принимает всего 4 оператора На экране сейчас будет Так, у меня на 11.05 было На 11.05 Дочери Ну, в общем, люди Занимают дочери То денежные переводы То посылки получают То отправляют Как обычная сельская почта Давайте немного рассмотрим Почтовый банк Израиля Его достоинства И недостатки В Израиле существует Весьма интересная модель Финансового типа Под названием Почтовый банк Это структурное подразделение Почтовой службы Израиля Раньше было Государственным предприятием А ныне Общество с ограниченной Ответственностью Это не совсем банк В чистом виде Каким мы его себе представляем Скорее Это его некое подобие Он оказывает ряд Почтовых услуг И некоторые банковские функции Вот, пожалуй Как можно дать Простое определение Почтовому банку Многие трудовые мигранты Которые приехали в Израиль По рабочим визам С надеждой на то Чтобы помогать своим близким Становятся клиентами Почтового банка Израильское законодательство В области финансов Говорит о том Что работодатель Обязан выплачивать Заработную плату Посредством перевода суммы На ваш банковский счет Либо же Выдачей чека От имени предприятия Для того, чтобы Вы сами могли его Положить на ваш счет Чем на практике Может помочь Почтовый банк Своим клиентам Какие у него преимущества В сравнении с остальными Банками Израиля Давайте разберемся Преимущества Я думаю Будет следующее Это трудовой мигрант Иностранец Может без особых проблем Открыть здесь себе Персональный валютный счет В евро В долларах США Или же в фунтах стерлингов Но для этого Изначально Необходимо открыть счет В израильских шекелях Счет в долларах США Может открыть В любое удобное время Есть возможность Конвертировать деньги Из шекеля в доллар Или же Сохранять их сразу В долларах Счет в почтовом банке Пожалуй Единственный в стране Не позволяющий Клиенту Зайти в долг в минус Почтовый банк Имеет свой сайт И интернет банкинг С русскоязычной версией Иностранец Либо трудовой мигрант Имея валютный счет Может прислать деньги За границу А также Получает средства Из-за рубежа На свой счет По сути Это Современный Почтовый перевод Без личного визита Почтовое отделение К тому же Нет платы За открытие счета В иностранной валюте Нет платы За его обслуживание И конвертацию В валюты При возложении На карты В иностранной валюте С вас снимает Профессовую разницу Но не комиссии Этот банк Уникален тем Что в нем Есть только Карты 3 доплаты Системы Visa И MasterCard Или на английском языке Prepaid Card Какие есть недостатки? Из личного опыта Пользования Скажу что Это большая комиссия За перевод денег Через сервис Евро Гиро Она составляет Порядка 77 шекелей Или почти Приблизительно 22 доллара За транзакцию А Western Union Вообще Славится Грабительством Также Здесь комиссия За обслуживание счета Комиссия За смс Осведомления О состоянии счета Сложно восстановить карту Обновление карты Производится Не почтовым банком А компании Платежной системы И опять же Надо Знать Еврид Чеки почтового банка Нередко отказываются Принимать В магазинах Своих Банкоматов У почты Израиля Практически нет А есть Партнеры В общем и целом Карта Хороша только Для тех Кто не имеет Израильского Гражданства Или же статуса Постоянного жителя Поскольку В этих случаях Есть возможность Открывать счет На лучших условиях В других банках Если же вы Трудовой мигрант Либо иностранец И у вас Есть только Загранпаспорт С рабочей визой То это ваш Чуть ли не единственный Возможный вариант Открытия Банковского счета То же самое Касается Привезенных Иностранных супругов Не получивших Еще статус Постоянного жителя Или Временного жителя С выдачей Соответствующего Удостоверения Личности В заключении Хочется отметить Что Пользоваться Почтовым банком Или нет В общем Решать вам Надеюсь Мое видео было полезным И интересным Для вас Если да Тогда поставьте Нравится На этом у меня все Подписывайтесь на мой канал Задавайте вопросы И пишите комментарии С вами был Денис Лаев До встречи Во всех странах Почтовые банки Работают По аналогии Очень плохо Так График работы Посмотрим Какой здесь Ага Понятно Ну в общем Ребята Без мобильного приложения И заказа очереди Вы в банк не упадете Все Пойду в магазин Купить что-нибудь Пообедать Уф Абли Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok